В народе говорят, понедельник день тяжелый. Правда, для коммунальщиков других и не бывает. Вторник это или суббота, неважно, работы всегда достаточно. На заседании в Бобруйском горысполкоме специалисты сферы ЖКХ. На повестке два вопроса. Подготовка к осенне-зимнему периоду и благоустройство. По многим направлениям подготовки и прохождения осенне-зимнего периода, как раз город Бобруйск нужно ставить в пример всем другим регионам. Но вместе с тем мы должны понимать, что за такой спокойной планомерной работой стоит с другой стороны кропотливая работа по подготовке, по определению этих проблемных мест и их решения. Что касаемо осенне-зимнего периода. Правильная подготовка к сезону – это комфорт и безопасность людей. Так Александр Студнев акцентирует внимание. Жилые дома индивидуального сектора застройки необходимо переводить на отопление от сетей газоснабжения или с использованием энергии на нужды отопления. Неправильная эксплуатация печей, к сожалению, часто приводит к пожарам. В апреле 2020 года там вышел еще указ 127, который позволяет возмещать гражданам затраты на установку именно электроотопления, горячего водоснабжения, оборудования. Значит, компенсируется порядка 20% от стоимости затрат, которые несет гражданин. Значит, и не более 40 базовых величин. В первую очередь гражданин должен ознакомиться с тарифной системой. То есть выбрать, по какому тарифу он хочет у себя организовать. Всего в Беларуси три тарифа. Второй вопрос – благоустройство города. О дорогах. 2021-й уже бьет рекорды. Минская интернациональная проспект строителей. Спецтехнику можно увидеть буквально везде. Объем работ большой. Фрезеровка, укладка нового асфальта, замена бордюрного камня. Все видят, что в этом году началась высадка в клумбы. Конечно, погода не совсем иногда дает нам работать в этом плане. То были холодные ночи, при которых цветочная продукция, она может вымерзнуть. Поэтому немножко затянулось процесс высадки клумб. Ну и дожди тоже мешают. Вот осталось нам завершить на Минской, это в районе кошкомбината, большую клумбу. Но в основном уже посадка выполнена. Все высажено где-то порядка 200 тысяч цветочной рассады. Вообще планируется более 380 где-то тысяч цветов высадить в этом году. Работа по наведению порядка – дело не одного дня и даже месяца. Но чисто должно быть везде и всегда. Это безоговорочное поручение Александра Студнева. В городе должен быть идеальный порядок. Не хватает дня – работайте ночью. Создать бригады, которые должны убирать вечером, ночью город. Особенно после выходных дней. Не остается без внимания и покостровы. Зеленые ровные газоны – это красота и комфорт. Однако рабочих рук не хватает. Поэтому желающим прямая дорога в Бобруйский ДЭП. Заработная плата от 600 до 1300. Но 1300, чтобы все понимали, это зарплата с учетом переработки и, естественно, без выходных. То есть это напряженный график работы. Коммунальные службы делают все, чтобы горожане чувствовали себя уютно на улицах и проспектах города, в парках и скверах. И все-таки чистота начинается с каждого из нас. Максим Кемпель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.